Под видом заботы о гражданах на самом деле попросту вновь увеличиваются штрафы. В справке об основании к новым поправкам подробно описывается вред, наносимый курением, статистика посмертности и заболеваемости, однако больше всего изменения коснутся именно финансовой составляющей. Новым законопроектом народные избранники предлагают добавить девятую категорию штрафов в закон о нарушениях. Если самая большая из них, восьмая, составляла раньше 17,5 тысяч для простых жителей, а для юридических лиц 55 тысяч, то новое предложение значительно укрупнило поборы. 20 тысяч для физических лиц и целых 100 тысяч для компаний. Теперь разберемся, за что их хотят взимать. За рекламу никотин, содержащих веществ и средств для курения. Если закон примут, она будет полностью запрещена. За то, что не повесили табличку о невозможности курения в здании тоже оштрафуют. Поплатиться придется и за то, что поставили пепельницу или ненароком оставили вейп или даже насвай в запрещенном месте. Да-да, кальяны, вейпы и насвай тоже могут оказаться под запретом. Точнее, их реклама. Косвенная, кстати, тоже считается. Так что ни роликов, ни баннеров, ни рекламных постов в социальных сетях. Выкладывать табачный товар, запчасти для кальянов или вейпов или прочие принадлежности для потребления никотина на витрину тоже станет нельзя. Если на таком попадется физическое лицо, отдаст 20 тысяч сомов, а юридическое 100 тысяч. Если вы сами решите взять и покурить или попарить или употреблять на свай в запрещенном месте, вас могут опобрать на 5,5 тысяч. Отмечу также, что продавать сигареты, кальяны или их составляющие несовершеннолетним нельзя. Так было и раньше, но теперь за это штраф подрастет. Продавец распрощается с 10 тысячами сомов, а магазин обеднеет на 100 тысяч. И это хорошо, забавно другое. Если сигареты купит несовершеннолетний, то теперь штрафовать хотят не только магазины, но и родители ребенка. Подросток купит пачку сигарет, а родителям придется выложить за это 20 тысяч сомов. Дорого, так что следите за своими чадами. Пока этот закон только внесен на рассмотрение Джогурку Кенеша. Примут его или нет, пока под вопросом. Алися Цурикова, Хасан Гафиров, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова